Девчонки и мальчишки, всем привет-привет. Ну вот, видите, я уже практически с голосом. Короче, я сегодня ржу хожу и думаю, знаете что, я уже нашла. Я себе подобрала там успокоительный. Думаю, мне, наверное, надо собрать вот так вот в кучку все просто мои лекарства сейчас, да. Просто вот в одну большую кучу и выкинуть их нахрен. И купить себе успокоительный просто. Блин, капец, я не могу. У меня реально... Меня бросил Вася. Ну как бросил? Он перестал со мной спать на кровати. Не, ну это шутка, конечно. Пошел на диван, да, он уже третью или четвертую ночь, он уже спит на диване. Короче, ну он ложится, ложится, а потом я утром встаю, я жрала встаю. Раньше у него где-то часов 5-6 вот так. Он на диване. Я ему говорю, что ты на диване спишь? Он говорит, ты мне каждую ночь рассказываешь? Что ты проба... Короче, я стала разговаривать во сне. Я заметила это, то, что я стала... Я перестала спать с открытым ртом. Ну я стала разговаривать во сне. Не по нос так судорога что-нибудь вечно случается. Причем, знаете, я разговариваю так четко. Иногда вот даже сама просыпаюсь. Вот сегодня, например, из последнего. Четко так просыпаюсь, да, и понимаю, что мне надо договорить фразу, то есть в полный голос. Я понимаю, что я проснулась, что я, ну, то есть я уже начинаю соображать, что я разговариваю-то во сне. Что я начала эту фразу во сне. Но мне ее все равно надо договорить. То есть я ее договариваю, уже проснувшись, да, в полный голос. И дальше за собаками. Все же, клинит уже не по-детски. Ой. Ну так все нормально, считай, третий день. Какой рефлюкс? Какой нахрен рефлюкс? Я вот думаю, блин, столько времени я пилами позвал. У меня как может быть рефлюкс? Тогда у меня какой запрос может быть кислоты, если я против нее все время пью таблетки? То есть в принципе у меня не может быть ожог вот так внезапно на ровном месте. Я не знаю. Но антибиотики, вот они, да, они помогли. То есть у меня все, голос, все нормально. Ну вот, то есть достаточно вот это есть. И все. Короче, сейчас заказала. Девочки, я не могу, я ничего показать. Я уж девчонка вчера поплакалась в этом, в телеграме. Ничего показать не могу у меня. Вон, что этот, видите, вот так сейчас я буду пластами облезать. Кожа такая стала толстая, грубая вот здесь. Я вчера пыталась помыть посуду. Короче, купила перчатки. Ой, сидел. Купила все перчатки. Потому что вот это вот все хозяйство. Ну, вот такие вот перчатки. Вот это все хозяйство лучше не мочить. Ну, то есть ничего страшного не будет, конечно, но лучше не мочить. Потому что, как сказать, ну, то есть это размокает. Может присоединиться инфекция там и еще чуть-чуть. Но это, тем не менее, это надо как-то же все мыть. Гигиенические-то процедуры никто не отменял. А в ванну я залезть не могу. Ну, то есть вот это все. А стратегически важные места-то мыть надо. Короче, я корячилась-корячилась. У меня были салфетки там немножко на этот. Сегодня заказала губы. Губы ничем не мажутся, не помогают. Детянки уже вчера сказали, тоже мне там советов надавали. Спасибо им большое. Сегодня полезла в... Думаю, хоть гигиеническую помаду, что ли, куплю. Короче, полезла в Морбит Косметик. Нашла эти... Как их называют? Детские салфетки влажные, но детские. Чтобы без всяких аллергенов было. Ничего, так приятно пахнет. Короче, взяла. Сейчас пойду мыться салфетками. Ужас. Так. Взяла два кремика. Это у нас с вами распаковка. Кремик такой старый, детский. Я помню, что у меня... Но, девчонки, все вот это вот, да. Хоть девчонки мне предлагали там разные эти мази. И мазать точечно, все точечно не получается. Потому что вот я сейчас вся в халате. Да, вот вы видите, у меня здесь вот красное. И вот так вот у меня красное, как, как сказать, как скафандр. Оно вот так по всему телу. То есть точечно там что-то намазать не получается. Если меня мазать, надо все, знаете, в чал с маслом вот так макнуть. В какой-нибудь, умол, хорошенько тут вот сидит. Она уже вообще ничего не знает. Да? Ну, хорошенько. Она замучилась со мной. Целый день я лежу в кровати звездой. Места нам не хватает, потому что я же звездой лежу. Потому что ничего на себя не это самое... На стуле сидеть не могу, потому что сзади... Ну, то есть сзади вот это вот тоже все вылезло. И сидеть мне больно на этом. Вот сейчас вот села на самом краешке. На краешке стула, на краешке задницы. Как бы не слететь дальше. Очень, ладно, вот такие дела у меня все. Вот это вот все. Носочки. Увидела носочки по 100 рублей. Думаю, возьму-ка носочки. Ой, сейчас их этот... У меня все носки короткие. Ну, как у меня по испанской привычке все носки короткие я себе покупаю. А тут тоже как бы, ну, блин, не Испания. Это тебе не... Здесь тебе не там. Надо повыше эти носочки взять. Вот повыше взяла. Не знаю, они, конечно, написаны мужские. Но мне понравились. Серенькие. Ой. Нормальные. Хлопоковые по 100 рублей. Это магнит-косметик все. Короче, магнит-косметик. Стала делать заказ. А что ты уже отвалилась? А, нет. Стала делать заказ. Нашла гигиеническую помаду. Ну, вот салфетки хотела. Гигиеническую помаду. Гигиеническую помаду положила. Пока, значит, 10 часов утра-то дождалась. У них уже этого товара нет. То есть, они с 10 и только работать начинают. Уже я, а я корзинку собрала уже. Все, сижу, 10 часов жду. У них, блин, захожу, уже нет этой помады. Думаю, дойти-то, твою мать. Ладно. Полезно, значит, просто в этот... Ну, и салфетки-то я уже добивала на 500 рублей, чтобы заказы были. Ну, ладно, полезно просто в «Магнит-экспрессе» посмотреть. Ну, мало ли, у них же тоже бывают вот эти всякие косметики. И точно у них там есть эти помады. Помады не этот... Пантенол. Не знаю, хороший нет, гигиеническая. Для сухой обветренной кожи. Прям отзывы у нее хорошие. Я сначала психолог... Вот эта помада стоит что-то 60 рублей, что ли. А я сначала психолог, когда вот эта кончилась, я положила другую. Там называется «Аевит». Эва тоже, по-моему. Что-то, короче, «Аевит». Помада, гигиеничка. 240 с чем-то, ну, 250 рублей. Ну, там, смотрю, она просто увлажняет. То есть, никаким этим восстановлением, питанием она не обладает. Типа, просто увлажняет. Я думаю, ну, что у меня просто увлажнение. В общем, в «Магнитный экспрессе» заказала вот эту вот, у чего у них была. Вот как раз ту выкинула, вот эту положила обратно. Так, молоко. Ну, молоко надо было. Это, чтобы купить помаду. Молоко. Лимона в полкило. Что ли? В полкило три штуки. Лука килограмм. Рука вчера кончилась, блин. И айсберг. Ух, похоже, карли. Айсберг принесли, то с ума сойти. Да надо же. Смотрите, какой здоровый. Да куда тебе теперь салат? А то были такие маленькие-маленькие, сейчас, как плевок в душу. Так, все же, да? Все. Ну, хорошо, вот все. Опять 500 рублей там, 500 рублей там. Получилось. Так. Про это самое. Ну, все. Шазноб по коже не могу. Вот в этот... Хо-хо-хо-хо. Трогается. Ну, одежды. Прямо такое. Ух, аж знобит. Да, чекуля моя. Короче, вот. Девочки, диета диетой. Диета никуда не делается. Что-то там какие-то споры возникли про стол номер 5. Стол номер 5 для панкреатит. Причем он разный был. Стол номер 5, по-моему, для печени и для панкреатита, как поджелудочный. Они разные. Ну, немножко там отличаются. И да, спасибо, что напомнили. При столе номер 5 можно брокколи, можно... Ну, тоже в ограниченном количестве. Брокколи, можно цветную капусту. Можно китайскую капусту. Вместо такой обычной капусты, да, заменять. И вот. Ну, вчера я пока ела, я утром ела кашу гречневую на завтрак. То есть я опять себе изменила. Гречневую кашу погрел. Потом в этот... В обед я что ела? Вспоминай. Что опять у меня там за эти? В обед я ела... Что? Да, гречневую кашу с фрикаделью. Второй раз ела, ну, вот этот. С одной. Кто-то там, о, целую бадью. Блин, ну, типа целую бадью там фрикадель. Да идти, твою мать, их там всего было 12 штук. Что там есть-то? Четыре мы съели сразу, четыре Вася забрал на работу. Вчера вот я съел, Вася пришел, поел. Все, что там жрать-то? О, начинается. Ну, вы себе можете, конечно, еще, не знаю, по полторы фрикадели на три недели варить. Это уже, это ваши личные проблемы. Ну, ладно. Так. И вечером я ела суп. Суп я уже всасывала. Ну, вы знаете, вот эту вот гречу я ела, конечно, так это. Так вот, потому что сегодня губы еще получше. Ой, блин, помаду уже хотела достать, посмотри. А вчера так вообще было вот ошметками, девочки, ошметками. У меня на лице такого никогда не было. У меня как-то вот все вот эти вот кожные заболевания, они удачно обходят лицо. Ну, хо. Ну, тут прям вообще... Что-то меня в этот раз накрыло. И да, наверное, все болезни от нервов. И только, блин, сифилис от любви. Так, этот... Ну-ка, сейчас посмотрим. Покрасим. В зеркальце. В зеркальце. Параели в кустах. Ну, нет, еще... Ой, и нос. И вокруг глаз, и брови. Девчонки, это вам телефон сглаживает там, капец. Да тебе-то куда? Тебе надо, тебе. Ну. Комады тебе зачем? Это же чучело любопытное. Вот, смотри, вот зачем тебе. Что это такое? Ну, для чего кошки комады? Кокушок-то и больше... Ну, вот зачем? Чудовище-то мое мелкое. А-ка. И нос тоже бы намазать, что ли? Нос прям мелкую шавку весь. Ну, вот зачем тебе такое? Зачем? Не надо это тебе. Нет. Я вокруг, знаете, как в детстве. Помните, в детстве я часто-часто в этот... У меня такая была, губа облизала. Причем на морозе. Причем не просто облизала. А, знаете, аж вот так вот, как пятачок вокруг был. То есть належу так, что этот... И не помню, чем я не лазала. По-моему, вазелином просто лазали. Я знаю, насколько увлажнится. Короче, красота-то не то, что неземная, внеземная даже. Ужас. Он хоть на башке ничего не видит. Под волосьями ничего не видит. Ну, короче, вот такие вот дела у нас, девочки. Понедельник начал все бодро, задорно. Все врачи у меня попозже, там, когда он начинается, 4-го числа... 4-го, да, мне к этому. Сейчас пойду позвоню, узнаю насчет... Пункции. Хотя девчонки говорят, сначала к эндокринологу, типа, пункции тоже может лишнего спровоцировать. Или уже сижу, думаю, а эндокринолог, у меня 10-го я записана. Или думаю, дождаться эндокринолога, что он скажет? Идти мне на эту пункцию, не идти на... Я не боюсь вообще никак. Мне денег, мне не жалко, это не очень дорогой процесс. Ну, в смысле пункции. Другое дело, что девчонки меня опять там шуганули, что... Мнения разделились, короче, что... Кто-то говорит, что это, ну, ничего страшного, а кто-то говорит, что она может быть дальнейший рост спровоцировать, это пункция, если вдруг ее там неправильно, ну, или там еще что-то. Если ее шевельнуть, эти узлы, может спровоцировать дальнейший рост. Что делать-то, как сложно решиться-то на что-то. Или дождаться эндокринолога, типа, чтобы он назначил УЗИ с контрастом. Короче, не знаю. Не знаю, что делать. А это бесплатная очередь, она, я так понимаю, она вообще не знаю, когда подойдет. Нет, если я не буду ждать бесплатной очереди, мне-то надо вот, наверное, неделю, неделю-две решать быстрее. Даже, наверное, может быть, четвертого часа я иду к терапевту. Ладно, ладно, это посмотрим, все, походу. Ты опять сейчас надолго затянешь у нас разговор с этими болячками, блин, как я заклебался. Как все-таки, знаете, девчонки, понимаешь, вот когда еще так просто что-то болит, вроде ходишь, шевелится, вроде шевелишься, вроде оно что-то болит, но ты что-то делаешь все равно, да? Что-то там кушать готовишь, еще же, Вася, вчера, кстати, рыбу запек, картошки отварил вечером, но я уже не ел этот вечером, эту горбушу он запек. Не ела уже вечером, потому что я суп поела, это, да, часов в шесть, наверное, и пошла в девять, в девять, да, пошла я смотреть новости и уснула, просто все, все на ночь. Короче, начинаешь, когда тебя ограничивают в чем-то, да, ты все-таки осознаешь, насколько тебе важны твои органы, руки, ноги, да, вот эта вся голова, рот. Рот, насколько он тебе важен, что ты в него есть не можешь просто. Но вот губы вот так вот все потрескали, считай, больно же, особенно когда, ну, пища такая какая-то твердая, то есть вообще пупу не открывается. Но это и бы хорошо, оно бы, ну, как сказать, как раз нам тут к ограничению питания, да, то есть как бы вовремя. На всем надо искать позитивчик, ну, блин, все равно ощущаешь. И вот говорят еще, и рискай, говорят еще, ты болеешь, ничего не делай, ну, типа, лежи, ничего не делай. Вот заметили, что когда болеешь, наоборот, я не знаю, как у мужиков это работает, но у меня, ну, вот и у женщин я заметила, да, что вот женщина болеет, и ей, наоборот, надо что-то быстрее что-то делать, что-то там прибираться, какие-то вещи сто лет стояли, нафиг не нужны, надо там вот разбирать вот это вот все, да, срочно, когда болеет. То есть, знаете, как будто вот, как сказать, организм таким образом сопротивляется, вот он хочет жить, он просит какой-то активности, не просто лежать, умирать, а вот хочет какой-то активности, вот ты даже не можешь. Я вчера посуду мыла, какого хрена, брось ее, да? Нет, я заказала перчатки, чтобы помыть посуду, короче. Заказала, ну, она нам заказ делала, тоже маленький такой, наверное, заказала перчатки, значит, я и в перчатках, я мыла посуду, какого черта тебе присралась эта посуда? Вот она стоит, да, вот ее никто не видит, она никому, ну, придет, Вася вечером помоет. Нет. Я заказала перчатки, помыла посуду. Вот. Короче, вот такие дела. Ладно, я с Вася опять придет, он должен пораньше прийти, кто-то там поотпрашивается, ну, потому что я вот в таком виде, вот, в этот, и я даже намазать не могу, даже вот этой Зоей мне говорят, что ты, Зоя, кмажешься, она не лечит. Она не лечит, она не лечит, она смягчает. То есть вот эта вот вся корка, которая покрылась, она просто ее размягчает. Представляете, как больно, и так больно воспаленная все. А это еще на корке, вот на этой вот, она вот, ну, вот эта вся, она размягчает просто. Ну, то есть снимает вот эту вот, как сказать, жесткую поверхность, вот эту, давая новым клеткам, ну, как бы, быстрее регенерироваться. Вот она как действует, она не леет, это не лекарство, это просто как крем, так. Вот. Ну, ладно. Все, девчонки, погнала я. Что такая помадка тут? 60 рублей. 54, что 56 как-то стоит. Магнитин. Пантенол. Вот. Ладно, все. Спасибо большое вам всем за советы. Спасибо большое за пожелания, за лайки и за хороший комментарий. Прям вот огромное-огромное спасибо. А из подписки еще. Так, ну, достаточно, я посмотрю, прибавилось народу. Ну, и на Ютьюбе-то не прибавилось, конечно, там на Ютьюбе как-то постоянно такой контингент, и все. А в Дзене и в Телеграме, ну, народ как бы прибавился. Спасибо вам большое за это. За новые подписки. Всем добрым людям очень-очень рады. Ну, все, девчонки, не болейте, пожалуйста. Всем хорошего настроения. Видите, вот эти вот все от кашля, лекарства, да, они практически, ну, я их уже не пью. Я пью сейчас столько супрастин и антибиотики. И все, и кашель проходит, и, ну, нужны были антибиотики. Вот. Успела, я себе успела откашлять. Не знаю, короче, там еще, еще там чуть-чуть сломала. Вот. Ну, ладно, все, хватит. Больше мы не будем. Мы сейчас вот выйдем из этого состояния, и больше мы не будем плакать. Мы больше не будем болеть. Будем вылечиваться до конца, чтобы жизнь жить. Причем я говорю так, вот вроде сидишь, да, нафиг никуда не надо. Ну, дома вроде. Все, куда ходить, туда неохота, сюда неохота. Как только заболел, так сразу везде надо. Кажется, сходя, вот сейчас бы туда сходить, может погулять, а может вот сюда вот сходить, а он туда вот сходить. То есть сразу везде надо. сразу. Кроме того, что все делать, еще надо везде сходить. Но вот так вот как-то странно. Это, видимо, знаете, это все-таки мозг сопротивляется. Да, вот это... Чтобы не лежать, не умирать, он сопротивляется. Ну ладно. Спасибо мозгу, что он хотя бы есть. Чуть-чуть. Чуть-чуть мозг отмирает в последнем. Ну все, девчонки, всем хорошего настроения, всем здоровья, не болейте, берегите себя. Пока-пока. Увидимся.